Три года, как интересующиеся международным положением, знают про Чили. Три года, как в этой, одной из самых удаленных от Советского Союза стран, к власти пришел блок «Народное единство», состоящий из левых сил, в том числе коммунистов. Президент Сальвадор Альенде проводит прогрессивные реформы в экономике, что вызывает бешеную реакцию у местной буржуазии и транснациональных монополий. 12 сентября 1973 года у нас про Чили узнают все. В Чили военный переворот, президент Альенде убит. Перевороту предшествует провал социалистических реформ в экономике. Фиксированные цены, масштабная национализация и падение мирового спроса на медь, главный экспортный товар Чили, приводят самую процветающую страну Латинской Америки к хозяйственному упадку. Чили сотрясают забастовки, волны левого и правого террора. Метеж военных начинают моряки. В порту Вальпараиса они арестовывают 3000 человек и вводят комендантский час. Посредь солнечного дня радио передает сигнал к перевороту. В Сантьяго идет дождь. В столице Пучистой штурмует президентский дворец Ла Монеда, применяя артиллерию и авиацию. Из окруженной резиденции Сальвадор Альенде успевает обратиться к народу по радио. Альенду убивают в рабочем кабинете. В руках автомат, через плечо президентская лента. Во главе нового режима становится главнокомандующий сухопутными войсками генерал Аугусто Пиночет. Ставший жертвой бомбардировок президентский дворец Ла Монеда, стиснутый с трех сторон офисными громадами. Снятая с их крыш кинохроника, горящая резиденция Альенде, солдаты и бронетехника на площади обходят экраны мира. В 73-м году из Чили по диагонали через весь земной шар в русский язык приходит новое страшное слово – хунта. До этого правление военных мы называем режим диктатора такого-то. Пиночет – диктатор из диктаторов с картинной внешностью специально для мрачных карикатур. Мундир с богатым шитьем, фуражка с задранным передом, опереточные усики. И главное – он всегда в очках с затемненными стеклами. И беспримерная жестокость его режима демонстрируется с устрашающей картинностью. Известны имена многих казненных. Людей арестовывают посредь бела дня прямо на улице. Книги не просто уничтожают и сжигают на площадях. Это тоже снимает хроника. И мир знает, что в Сантьяго горят костры из марксистской литературы и альбомов про кубизм. Военные думают, что они про Кубу. А ведь, пожалуй, и Хорст Вессель может грянуть на этих улицах. Картина-то из нацистской хрестоматии. Берлин, площадь оперы, 1933 год. Нет, Сантьяго, 1973. Еще жив Франко, но про испанского Каудильо давно ничего не слышно. И в связи с Чили вспоминают старое страшное слово. Пиночета называют фашистом. И полное название его режима – фашистская хунта в Чили. Приход к власти Сальватори Альенде с его полусоциалистическими воззрениями был неожиданным для Вашингтона и воспринимался через призму холодной войны. К тому же правление Альенда привело к дестабилизации экономики. Многие социальные группы почувствовали себя ущемленными. Соединенные Штаты Америки начали проводить кампания по политической дестабилизации режима. И она удалась. Когда Пиночет пришел к власти, он не имел никаких экономических воззрений. И, возможно, полуслучайно взял к себе в команду экономистов так называемой Чикагской школы, которые привели Чили к ее нынешнему процветанию. Пиночета принято теперь вспоминать по-доброму. Забывают, правда, о том, сколько тысяч людей погибло в концлагерях, и сколько сотен тысяч людей вынуждено было эмигрировать, навсегда потеряв надежду на счастье и на нормальную жизнь. Снятый режиссером Глебом Панфиловым фильм «Прошу слово» можно рассматривать как документальное свидетельство. Весть о событиях в Чили приходит в дом председателя горосполкома, ее играет Инна Чурикова, в момент, когда муж, его играет Николай Губенко, проводит воспитательную работу с сыном. Смотри телевизор в заседании комиссии национального собрания по вопросам народного образования. К событиям в Чили. Мир облетела весть о военном перевороте в Чили. По сообщениям некоторых информационных агентств, президент Сальвадор Альенде убит. Мятежники захватили все радио и телефонные станции. Связь страны с внешним миром... Что случилось, Лиза? Президент Альенде убили панчку. Так нельзя, Лиза. О чем ты, Сережа? Они Альенду убили. Ну чего ты ревешь? А ты... А я-то тут при чем? Сразу после переворота в Чили распущены все политические партии, объявлены в розыск лидеры коммунистов и социалистов. Арестованных тысячами свозят в армейские казармы и на главный стадион Сантьяго на Сиональ. После фильтрации часть задержанных расстреливают прямо на футбольном поле. 21 ноября 1973 года сборная СССР по футболу должна встречаться со сборной Чили. Отборочный матч чемпионата мира. Матч планируется проводить на стадионе Националь в Сантьяго. Федерация футбола СССР заявляет, что советские спортсмены не могут выступать на стадионе, обогренном кровью патриотов, и предлагает провести матч в третьей стране. Международная федерация футбола FIFA отвечает, что не видит препятствий для проведения матча в Сантьяго. Наши стоят на своем. 21 ноября 4 чилийских футболиста проводят мяч от центра поля к пустым воротам и вкатывают его туда. Нашим засчитывают поражение. На чемпионат мира по футболу сборная СССР не едет. Продолжение следует...